У каждого объекта своя сложная ситуация. Объединяет их одно. Дома изначально были построены незаконно на участках под ИЖС или садоводство, а иногда и захватом муниципальной земли. Теперь перед людьми стоит задача вернуть все в правовое русло. Так, жителям участка номер 4 по улице Полтавска сейчас необходимо подключить строение к коммуникациям за свой счет. В доме есть вода и электричество, но мощностей не хватает, так как они были рассчитаны на частный дом, а не на семиэтажку. В связи с тем, что объект находится в густо застроенном районе, подвести электричество к дому будет стоить жильцам больше 10 миллионов рублей. Такую сумму за работу под ключ озвучила компания Кубанинерго. У жильцов есть вариант построить сети самостоятельно. Администрация даже готова выделить участок для подстанции, если такой возможно будет подобрать неподалеку. Машину покупают, всем рассказывают. Проверяют, не ржавая ли она. Когда деньги платят, не смотрели документы. Вы купили это жилье, купили. Теперь вы говорите, там нет света нормального. Вы же видели, что это индивидуальный жилой дом. И вот эти 15 киловатт, которые были даны, они даются на индивидуальный жилой дом. У них негде ТП это ставить. Ну, на нашей земле. Надо разобраться и предоставить им землю. Мы вам по земле поможем. Это не наша обязанность, это наше желание вам каким-то образом помочь. В списке проблемных в Центральном районе числится порядка 30 объектов. При том, что в большинстве уже много лет живут люди. По каждому объекту власти готовы помочь обманутым покупателям разобраться в проблеме.